Хорошо, друзья. Я думаю, что за эту неделю мы много чего услышали, Господь много что нам говорил. И я хочу просто ободрить вот те из нас, кто может быть discouraged, кто может услышал вот то, что Писание говорит, и какой высокий оно стандарт ставит вообще для брака, для мужа, для жены. Я хочу вас ободрить тем, что мы все находимся в процессе развития, и у Бога есть благодать, которую Он дает тем, которые приходят к Нему, которые сокрушаются перед Ним. И, возможно, даже если вы никогда не думали о тех вещах, о которых мы говорили, или, может быть, вы видите, вы понимаете, насколько далеко вы от библейского мужа или от библейского портрета жены, или даже детей. Возможно, вчера мы говорили о детях, или в пятницу, вернее. Друзья, всегда есть возможность прийти к Богу, прийти с покаяния, и прийти с просьбой, чтобы Он помог вам, иначе заново. Я даже скажу, что вы не начнете заново, потому что любой опыт, который Бог вам дает в семейной жизни, даже если это был неправильный опыт, он все равно нужен вам. Всегда есть, что можно поучиться, чему можно поучиться, и что можно получить даже с неправильного опыта. Как минимум, вы можете посмотреть на это и точно знать, как не нужно поступать. Поэтому сегодня мы будем с вами говорить о библейских принципах родительского влияния. Мы с вами уже поговорили, я напомню, кого не было с нами, кто подъехал, может быть, вчера или уже в пятницу. У нас будут эти семинары выставлены на YouTube-канале. Мы с вами говорили о библейском основании брака, во первую очередь. Для чего существует брак, для чего Бог создал вот это явление, которое называется семья, какая главная цель, и какие средства Господь определил для достижения этой цели. Мы с вами говорили о библейском понимании мужа, как главы семейства. Мы с вами говорили о библейском портрете жены, как служащей, помощницей мужу, которая признает его авторитет, но в то же самое время она не отличается по равенству или по статусу. В пятницу мы с вами говорили о детях. И мы с вами говорили о самой главной идее, о том, что дети должны дать возможность себе быть детьми, чтобы они не спешили становиться взрослее, потому что Господь определил вот этот период времени, который называется детство. И тогда, когда мы оставляем этот период, тогда, когда мы ведем себя как взрослые в 10 лет или получаем какие-то привилегии взрослого человека, свободу взрослого человека, такой ребенок очень быстро себя разрушит. Он должен посвятить себя под авторитет своих родителей. Так вот, сегодня, дорогие друзья, мы с вами поговорим о родителях. Это последняя часть семьи. Заметьте, как я назвал этот семинар. Библейские принципы родительского влияния. Кто-то, может быть, назвал бы его библейские принципы родительского воспитания. Я сознательно назвал не воспитанием, хотя воспитание – это действительно библейское слово, оно хорошее, правильное, но слово «влияние» дает нам немножко глубже понять роль родителей. Помните, в пятницу мы с вами говорили, что одна из причин, почему Бог дает детям родиться в семью, одна из причин, почему Бог не создает детей уже взрослыми, сорокалетними дядьками и взрослыми людьми, заключается в том, что Он хочет, чтобы вот эти дети, они формировались под властью и авторитетом родителей, чтобы родители формировали в них определенное мировоззрение, определенное мышление, чтобы они формировали личности, чтобы они формировали характер. И поэтому вот это слово «влияние», я хочу, чтобы оно просто у нас, я буду его сегодня очень много повторять, чтобы оно просто осталось у нас в разуме, и каждый из нас мог задать вопрос, насколько я непросто воспитываю своих детей, насколько я непросто наказываю их или наставляю их, насколько я способен оказывать на них влияние. И мы с вами посмотрим сегодня на книгу притчей, на один текст, но он очень глубокий, он очень важный для каждого из нас. Я хочу сказать, что есть разная статистика, и, конечно же, когда мы говорим о статистике, это очень такое расплывчатое понимание, я знаю, что есть старая статистика. Кто-то, кстати, сказал, помните, мы говорили в пятницу, что по среднему ребенка вырастить в Америке 250 тысяч стоит, да? Так вот, я узнал, что это, оказывается, статистика десятилетней давности. Дети, you're much more expensive today than you were 10 years ago. И сегодня, я думаю, с инфляцией эта цифра выросла. Так вот, некоторые цифры, некоторые факты, которые я привожу здесь, они могут быть немножко устаревшие, но все равно они дают нам какую-то идею того, что происходит в мире. Так вот, по статистике есть определенные компании, которые делают всякие опросы. Так вот, родители и, в частности, отцы в общем, в Америке, проводят со своими детьми меньше, чем одну минуту времени на содержательный разговор. Что я имею в виду на содержательный? A meaningful conversation. Это когда происходит какой-то, не просто какие-то запреты, не просто какие-то указы, а действительно разговор, который содержит в себе какое-то толковое наставление или hard-to-heart, как говорится, conversation. Меньше, чем одну минуту в день, дорогие друзья, по статистике. Это означает, что они проводят примерно от 5 до 7 минут в неделю, примерно 30 минут в месяц и примерно 5 или 6 часов в год. С другой стороны, мамы, нам кажется, что, нет, слушай, ну мамы должны уже намного больше проводить времени. Но опять же, как мы знаем, что не все мамы, они остаются с детьми дома. Не все мамы, даже те, которые дома, не все вкладывают время для того, чтобы быть со своими детьми. Так вот, по статистике, опять же, мамы проводят примерно 19 минут в день с детьми. И это достаточно для того, чтобы разбудить их, чтобы накормить, чтобы переодеть, и чтобы опять их уложить спать. Друзья, это очень низкие номера. Для меня это было шокирующе, потому что, если вы посмотрите на другую статистику, сколько дети проводят времени у телевизора, это примерно от 4 до 5 часов в неделю, если я не ошибаюсь. Если не в день, я уже не помню. По-моему, в неделю от 4 до 5 часов. И эти люди говорят, что примерно 10 лет, если мы возьмем средний возраст, который человек проживает где-то примерно 70 лет, примерно 10 лет из 70 лет этот ребенок проведет у телевизора в сегодняшнем времени. Теперь из этого возникает вопрос, дорогие друзья, кто влияет на наших детей? Кто воспитывает в них мировоззрение? Кто воспитывает в них привычки? Кто воспитывает в них характер? Кто воспитывает в них восприятие вообще мира? Насколько вы сознательно об этом переживаете? Вот это самый главный вопрос, который я хочу, чтобы мы сегодня ответили каждый сам себе. Сегодня даже, я думаю, очень хороший тест, насколько мы об этом переживаем. И это если мы спросим, сколько из нас, родителей, ехали сюда в кемп не для того, чтобы отдохнуть, не для того, чтобы просто полентяничать и ничего не делать, не для того, чтобы просто отключиться. А целенаправленно мы ехали, потому что мы знаем, что мы неделю проведем со своей женой, мы неделю проведем со своими детьми, и это даст мне возможность хотя бы немножко больше оказать на них влияние и воспитать в них более библейское мировоззрение. Сколько из нас ехали вот именно с этой целью? Знаете, даже светские социологи и психологи говорят о том, насколько отцовство сегодня просто вымерло. Оно сегодня просто не имеет никакого смысла. Все отцовство и воспитание детей сводится очень часто к тому, чтобы одеть ребенка, чтобы накормить его, чтобы обучить и дать детям образование. Если у какого-то папы или мамы получился ребенок, он стал каким-то доктором или каким-то лойером, они говорят, посмотри, они очень гордятся им. Он закончил школу, он получил образование, он пробился в люди, в политике, стал большим человеком, и это называется «Я успешно воспитал ребенка». Опять же, это по мирским стандартам, дорогие друзья. Я хочу сегодня с вами посмотреть на то, что говорит Писание. Какова наша цель верующих родителей, что мы преследуем? Писание говорит, что главная задача отцовства – сформировать в детях характер боящихся Бога людей во всей жизни и в любых обстоятельствах, и не только воспитать в них богобоязненных личностей, но воспитать в них богобоязненных родителей, будущих родителей, чтобы они, в свою очередь, стали родителями других детей, которым они передали бы веру. Родительство, помните, мы говорили, одно из вещей, как мы можем проставлять Бога в семье, это передавать Евангелие детям, воспитывать богобоязненных людей, и таким образом от веры в веру, из поколения в поколение, передается Евангелие. Я хочу с вами посмотреть сегодня на один текст Священного Писания. Посмотрите со мной на притчи 20 глава 7 стих. Если у вас есть Библия, вы можете открыть этот текст. Притчи 20 глава 7 стих. Записаны такие слова. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него». Праведник ходит в своей непорочности, и в чем это проявляется, или чем это заканчивается, какой результат жизни праведника, и его ходьбы в непорочности, что если у него есть дети, если Бог даровал ему детей, вот это будет блаженство для этих детей, быть в семье у праведника. Я хочу с вами сделать три очень важных наблюдения, очень быстро по этому тексту. Самое первое наблюдение. Посмотрите, о ком этот текст. Если вы посмотрите в Статарном Завете, Писание говорит очень много о праведниках. Особенно мы сегодня с вами сконцентрируемся на книгу притчи. Книга притчи имеет определенный контекст. Там есть определенный, она написана одним человеком. У этого человека есть свой лексикон, у него есть свое определение слов. Так вот, в книге притчи, кто такой праведник? Кто из нас может назвать себя здесь праведником? Есть праведники здесь? Все праведники, да? Во Христе, да? То есть мы понимаем, что наша праведность, она во Христе, да? И практически мы, может быть, где-то падаем, мы согрешаем, но позиционно во Христе мы праведны. Вы знаете, Писание говорит, нет праведного ни одного, да? Опять же, в абсолютном смысле этого слова. Только Христос один праведен, все остальные согрешили и лишены славы Божьей. В то же самое время Писание говорит, что обращается ко многим праведникам. И нам может показаться, что, подожди, здесь какое-то противоречие. С одной стороны, нет праведного ни одного, и с другой стороны, вот все тексты, которые обращены к праведникам, неужели это противоречие? Друзья, когда Писание говорит, или Старый Завет называет кого-то праведником, речь не идет о том, что это идеальный, perfect человек. Perfect один Иисус Христос. Но это говорит о человеке, который знает Бога, который любит Его и который делает то, что правильно. Его жизнь, она характеризуется правильными вещами. Речь не идет о перфекционизме или о совершенстве. Речь идет о том, что у этот человек, у него есть направление жизни, это праведность, это угождение Богу. Так вот, самое первое, дорогие друзья, что я хочу, чтобы мы заметили здесь, это то, что праведник – это личность. Это характеризование личности. Мы очень часто с вами сфокусируем на то, что мне нужно делать. И когда мы думаем о родительстве, когда мы думаем о воспитании детей, очень много людей сразу ищут какую-то формулу, и они говорят, вот скажи мне, как воспитать? Дай мне какие-то 10 steps to be a good mom или 10 steps to be a good dad. Я думаю, мы эти формулы ищем не только в воспитании детей, а вообще в разных других сферах жизни. Как мне построить отношения с Богом? Как мне быть хорошим евангелистом? Как мне быть хорошим рабочим на работе? Дорогие друзья, Писание говорит, что для всего этого вам не просто нужно научиться что-то делать, вам нужно кем-то стать. Вам нужно стать личностью, которая любит Христа. Вам нужно стать личностью, которая живет ради Него. Вам нужно стать личностью праведником в том смысле, что вы стремитесь во всех ситуациях жизни с утра до вечера. Это не просто отдельные какие-то сценарии, где вы хотите угодить Богу. Вся ваша жизнь характеризуется на каждом пути, что я хочу угодить Богу. И даже где-то я, если спотыкаюсь, где-то я падаю, написано «праведник», опять же, что он делает, когда он упадет? Он встает. Даже если 7 раз упадет, даже если очень много раз упадет, вот «праведник» это не означает, что он не падает. Он падает, но он встает. У него есть характеристика жизни. Он не остается там в одни. Написано «нечестивые впадут в погибель», а «праведник» 7 раз встанет. Так это первое, это качество личности. Второе, посмотрите, это качество жизни. Согласно этому тексту, что делает праведник? Он занимается богословием, он изучает учебники большие, у него такие очки толстые, и он просто любит со всеми спорить, доказывать какие-то доктрины. Это делает праведник? Что делает праведник? Ходит. Да, ходит, дорогие друзья. В Писании очень ясно, вот этот термин говорит о жизни, что он ходит, у него есть практическая жизнь. Доктрина – это все важно. Богословие очень важно. Мы очень много говорим в нашей церкви о доктринах, о богословии, о правильном понимании истины. Но заметьте, дорогие друзья, что праведник на этом не заканчивается его познание Бога. Вот та доктрина, то познание Бога, которое он имеет, он начинает его применять в жизни. Он ходит, он ходит в непорочности. Это качество жизни, это философия его жизни. И третье, посмотрите, это качество его влияния. Какое влияние этого человека? Написано «Блаженны дети, блаженны дети его после него». Вот об этом последнем факторе я хочу, чтобы мы сегодня могли с вами поговорить. Во-первых, я хочу сказать, что тот семинар, который мы будем сегодня проходить, дорогие друзья, если вы не будете праведником, во-первых, во Христе, во-вторых, в практической жизни, если вы не будете преследовать Христа, если вы не будете стремиться за Ним, если вы не будете ходить и жить с определенной философией, с определенными целями, то то, что мы будем сегодня с вами говорить, оно просто у вас не получится. Для того, чтобы сформировать характер ребенка, необходимо не только понимание истины, но и мудрость для того, чтобы это все применить. Я нашел такое определение мудрости, я не знаю, кто это сказал. Я хочу вам прочитать это. Что такое мудрость? Мудрость – это способность видеть разницу между главным и второстепенным. Это видеть разницу между важным и срочным, и между хорошим и лучшим. Еще раз прочитаю это. Мудрость – это способность видеть разницу между главным и второстепенным, между важным и срочным, и между хорошим и лучшим. У нас есть много вещей в нашей жизни, которые важны, которые нужны. Но вот отсутствие мудрости очень часто ставит их не в правильные приоритеты, не на правильное место, и тогда получается очень серьезный сбой. Знаете, сегодня очень много людей фильтруют жизнь свою, и они говорят, ну а что здесь плохого, что я это делаю? Ну неужели это не важно? Неужели мне теперь нужно все оставить? Дорогие друзья, посмотрите, что мудрость, если вы действительно мудрый человек, она не живет по критериям, что хорошо и что плохо. Это естественно, что все, что плохо, нужно убрать. Оно живет по критериям, что хорошо, а что еще лучше. Что есть второстепенное, а что есть первостепенное. Что есть важное и нужное, а что есть срочное, что мне нужно вот именно сейчас. Если я сейчас этого не сделаю, я просто потерплю какой-то урон. Итак, мы сегодня посмотрим с вами, друзья, на 15 принципов. Опять же, мы смотрели с вами в последние семинары на очень длинный список вещей. Я говорил, что моя цель здесь не предоставить вам полное такое вот понимание всего. Моя цель поставить довольно-таки большую картину, что мы хотим достичь в нашей христианской жизни, в наших семьях. Я довольно-таки быстро пройду эти принципы, но я хочу вам посоветовать, чтобы вы могли их сфотографировать, опять же, записать, потом поразмышлять о них дома, в семье, с вашими женами, мужьями. Все эти принципы будут исходить не из конкретного текста, но они будут исходить из общей идеи книги-притчи. Я сразу признаюсь, что я не придумал эти принципы, я не могу взять за них кредит. Я позаимствовал их у одного из моих друзей, пастыря. Но я думаю, что они будут полезны для каждого из нас. Окей, давайте пройдем их. Начиная с самого первого. Самый первый принцип, который различает мудрость, это сердце ребенка вашего. Ваше сердце, оно важнее поведения. Книги-притчи, вы знаете, очень много говорит о сердце. И оно очень часто называет сердце как центром человека эмоций, его разум, это как бы его контроль, это то, что это контрол, центр человека. Это его вся внутренность. И мы должны, друзья, с вами понимать, что очень часто, как родители, мы можем сконцентрированы быть на поведении ребенка. Нам приятно, когда ребенок наш делает правильные вещи. Нам приятно, когда он в церкви рассказывает что-то, когда он участвует. Нам приятно, когда он делает то, что мы говорим на него. Мы можем накричать на него, да, и повелеть ему что-то сделать. И нам приятно, когда он здесь же послушался нас. Это все хорошо, это неплохо. Но вы знаете, самый главный фактор, который формирует личность ребенка, это не его поведение. Поведение может быть очень правильным. Если вы адресируете ваших детей очень хорошо, и напугаете их, и сманипулируете их эмоциями, вы сможете заставить их сделать то или другое. Но Писание говорит, что задача родителей не только изменить поведение ребенка, а изменить его сердце. Работать с его именно сердцем. Это мысли ребенка, это желания, это мотивы, это цели, это совесть его, это чувства, это реакции на разные вещи, это решения, которые он сам принимает. Писание говорит, более всего хранимого, храни сердце свое. Почему? Потому что, если ты позаботишься о сердце, если ты позаботишься об источнике, то тогда и все дела, помните, Иисус Христос говорит, из сердца исходят и помышления, и всякие плохие действия, хорошие действия. Сердце, это самое главное, на что нам нужно обращать внимание. И остальные, они будут выходить из этого главного принципа. Задайте себе вопрос, дорогие друзья, как часто вы с вашими детьми не просто сконцентрированы на его действия, вот так поступай, вот так поступай, это правильно, это неправильно. Насколько у вас действительно есть с ним разговоры, есть общение. Помните, я говорил, что если у вас действительно меньше, чем одну минуту времени с вашим ребенком провести за день, о каком влиянии может идти речь? Там будет, может быть, поведение, потому что дети боятся своих родителей, но это только дело времени. Ребенок этот вырастет, он не сможет самостоятельно принимать решения, потому что у него не будет правильно воспитано сердце. Самый первый принцип. Второй принцип, это мотивация важнее действия. Мотивация важнее действия. Она очень тесно связана с первым принципом. Просто мотивация, это уже более конкретно часть сердца ребенка. Как я уже сказал, что правильные действия, правильные поступки очень важны, и они могут свидетельствовать о внутреннем взрослении человека. Мы очень часто смотрим, и мы говорим, слушай, но он взрослеет, вроде бы он уже так не поступает, он так не поступает. Так вот, друзья, самое главное, на что мы должны смотреть, это на то, почему он поступает тем или иным образом. Писание говорит, что всякое действие человека, оно обусловлено, в принципе, двумя вещами. Или любовью к себе, или любовью к Богу. Третьей альтернативы нет. Тогда, когда человек делает какие-то решения, когда он хочет сказать какие-то слова, он у себя, у него есть определенный фильтр, у него есть определенная система ценностей, которая говорит ему, как мне поступать, как мне реагировать, как мне действовать. И вот эти ценности могут исходить или из любви к Богу, или из любви к человеку, или к самому себе. Вы знаете, я недавно ехал со своей дочкой, Софья, знаете, у меня такая дочка есть, вот, кто-то говорил, да, Юрий Михайлович, пока дети маленькие, их можно приводить в пример. Вы знаете, я заметил, она говорит, там у нее есть козин Джеймс, и она говорит, слушай, меня сегодня Джеймс так раздражал, и я очень сильно на него обиделась. Вы знаете, и здесь я подумал, слушай, ну окей, нужно научить дочку не раздражаться, моя обязанность. Я мог сказать просто Софью, а ты возьми и не раздражайся. Раздражаться это плохо, обижаться это плохо, не делай так, а то папа накажет тебя в следующий раз. Ну знаете, мы понимаем, что раздражение и обида, это, это, это только следствие внутренней проблемы. И здесь нужно рассказать ребенку, а почему он раздражается, а откуда это все уходит. Это исходит из самолюбия, это исходит из претензии на свое «я», на какие-то свои права. Знаете, очень часто родители не живут по принципу, или они не видят вот этот принцип есть фрут, а есть рут. Понимаете, да? Есть рут, это корень вот этого дерева, ну, здесь фрут нету, но если у вас дома есть какие-то деревья, вы понимаете, что если на них, если это яблоня, и там растут гнилые яблоки, безусловно, один путь, как вы можете решить эту проблему, вы можете все гнилые яблоки стрясти и снять, и взять хороший ящик яблок, и взять стейплган, и пойти их стейплать на это дерево. И я скажу вам, что один день или два дня у вас дерево будет выглядеть неплохо, но что произойдет с этими яблоками впоследствии? Они станут такими же гнилыми. Почему? Потому что они не прилеп, во-первых, они не подсоединены к дереву, они не получают ни воду, ни пищу, никаких nutrients. Во-вторых, если это дерево, оно в корне неправильно, оно всегда, неважно, какие яблоки вы не будете стейплганать к этому дереву, оно будет производить винилые яблоки. Нам нужно решать проблему в корне. Мы сейчас не говорим, у меня нет времени, как это делать, друзья, мы об этом будем говорить дальше. Я просто хочу, чтобы у нас сформировался определенный менталитет, чтобы мы помнили об этом. Я думаю, что тогда, когда в ноябре месяце к нам приедет брат Виталий, мы об этом поговорим более детально. На сегодняшний день нам нужно просто понять большую картину. Если родитель не поможет своему сыну или дочке понять, что самолюбие, оно просто разрушит тебя, it's gonna be destructive, этот ребенок, он вырастет, он может понимать какие-то общие принципы, какие-то правила, но он никогда не изменится внутри. Третье, это характер важнее репутации. Характер важнее репутации. И когда я здесь говорю о репутации, я говорю о репутации родителей. Дорогие друзья, как родители очень часто мы хотим заработать себе неплохую репутацию. Даже здесь, в Чорч Кемпе, каждый из нас это испытывал, когда наш ребенок, мы находимся в публике, и он бросает какой-то каприз, и нам неприятно становится. И мы начинаем переживать. слушай, you're making me look bad. На меня сейчас все смотрят, и они смотрят, какая у меня непослушная дочка, какой у меня непослушный сын. Я пытаюсь его при людях, может быть, научить или наказать, или показать, что да нет, он на самом деле не такой. И какие-то очень быстрые шаги сделать. Но с другой стороны, let's face it, дорогие друзья, во-первых, давайте не будем осуждать друг друга, если у нас непослушные дети какие-то, да, даже именно они всегда такие. Во-вторых, нам нужно помнить, что для того, чтобы сохранить свой имидж или свою репутацию, это не означает, что нам нужно произвести какие-то просто быстрые действия в действии нашего ребенка. Мы хотим сформировать в нем характер. И что интересная часть про характер, что характер всегда берет время. Всегда. Это очень длинный процесс. Это очень длинный процесс. И, кстати, праведник, помните тот текст, о котором мы говорили раньше. Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Если вы праведник, если вы ходите в непорочности, я уверен, что вы знаете, сколько лет взяло вам воспитать ваш характер. Это не был овернайт. И вы помните себя раньше, вы помните себя в 5 лет, вы помните себя, может быть, в 10 лет, вы помните себя год тому назад. И вы должны видеть, что характер это то, что строится годами. И поэтому, если вы видите, что ваш ребенок, он еще не достиг в 5 лет или в 6 лет, того, что вы достигли в 50 лет или в 30 лет, give him grace, дайте ему благодать и поймите, что это естественно. Этот ребенок родился с испорченным сердцем. Что такое вообще характер? Характер, один человек дал такое определение, характер это, когда ребенок сам выбирает без внешнего давления, когда он сам выбирает то, что правильно, даже если это трудно и неохотно делать. Если вы действительно проанализируете, что такое характер человека, и он воспитывается годами, но характер, я могу сказать, что у тебя сформировался Божий характер, у тебя сформировался библейский характер, тогда, когда у тебя сформировались определенные инстинкты, определенные реакции, когда ты сам, уже тебе не нужно, чтобы кто-то тебя учил или пугал, или манипулировал, но когда ты знаешь, что из сердца, вот так вот я должен поступить. Даже если я сейчас I don't want to do it. Даже если мне неохота. Это выбор, который человек делает. Посмотрите, здесь вот есть пять таких вот definitions, да? Характер это то, что человек выбирает думать. Выбирает думать. Почему я говорю? Выбирает, потому что у нас всегда есть выбор, дорогие друзья. Характер это то, что ребенок выбирает чувствовать. Характер это то, что ребенок выбирает хотеть. Характер это то, что ребенок выбирает, делать характер это то как ребенок привык реагировать и что делать всякий раз когда ваш ребенок он начинается раздражаться когда он кричит может быть когда вы ему что-то сказали сделать и он очень сильно ожесточился это происходит потому что на тот момент он принял решение реагировать таким образом никто его не заставлял он сам принял такое решение и это показывает насколько нам есть вкладывать в наших в наших детей знаете любя мы должны формировать в наших детях характер когда они спрашивают вопросы почему вы знаете это самый лучший вопрос я знаю что очень многих родителей он раздражает что ты все время спрашиваешь почему знаете вопрос почему показывает если это действительно ребенок не просто там бросает слова на ветер а он действительно хочет узнать почему я должен поступать вот так или вот так почему мне нельзя то или другое почему мне нужно сегодня убрать в комнате а почему мне нужно заправить свою постель почему мне нужно привыкать к труду почему плохо культивировать лень все все эти вопросы дорогие друзья они очень хорошие это показывает что ваш ребенок он он думает и он не просто хочет делать какие-то вещи он хочет знать он Он хочет понимать жизнь. Вы знаете, лето – это не время отдыха. Я хочу просто сломать некоторый миф, который существует у детей. Они думают, что когда лето приходит, это время, когда я просто лейзи, я просто валяюсь, я плюю в потолок. Лето не для этого сделано. Да, это каникулы от школы, но это не время, чтобы быть просто ленивыми. Иногда дети спрашивают, come on, why do I have to go to work? Why do I have to do this? It's summer. It's summer, I just want to relax, I just want to do nothing. Нам нужно объяснить им, что если ты будешь культивировать в себе лень, это приведет к очень плохим последствиям. И здесь можно открыть Писание, открыть книгу притчей. Посмотри, сынок, шестая глава притча говорит, пойди к муравью, ленивец, посмотри на результат его жизни или на жизнь ленивца. Немножко подремлешь, немножко поспишь. Помните, да? Итак, вопрос, как я влияю на характер своего ребенка. Четвертое, понимание это важнее учения. Понимание важнее поучения. Что это означает? Вы знаете, родители очень явно, естественно, они ответственны научить своих детей. Это их самая главная задача. Но праведник, опять же, возвращаясь к тому стиху, праведник, который ходит в своей непорочности, он понимает, что жить праведно легко или сложно? Сложно. Сложно. И он это точно знает, потому что если вы праведники, вы живете по-божьему, вы прошли определенный процесс, вы не родились таковым. И поэтому вы помните, как вы пришли к этому, и вы знаете, что родители могут очень часто спешать поучать своих детей до того, как они разобрались, где вообще эти дети находятся, на каком они уровне находятся. Некоторые родители считают, что моя задача просто вывалить на своих детей стихи из Библии, вывалить на них тракт такой, знаете, огромный, знаний и того, всех наставлений, которых меня учили, и которых я хочу учить на своих детей. И они это делают. Некоторые требования, которые они представляют своим детям, эти дети еще просто не сформировались для того, чтобы вести себя определенным образом. Наша задача, дорогие друзья, не просто вывалить огромный семитрак библейских текстов на наших детей. Наша задача понять их, увидеть их развитие. Это целое искусство. Помните, мы с вами говорили, мужья, как заниматься пастырством своей жены? Я думаю, вы увидели, что это целое искусство. Есть очень много вопросов, которые мы должны сразу сначала задавать себе, и потом мы можем задать уже нашим женам. То же самое с детьми. Мы должны увидеть его, где он находится, на каком развитии, что ему сейчас вот именно в этот момент нужно, как мне помочь ему измениться. Правильные вопросы, они важнее, чем готовые ответы. Правильные вопросы важнее, чем готовые ответы. Если родители не будут понимать своих детей, дорогие друзья, если вы не научитесь их понимать и видеть их ненужды, ваши дети найдут кого-то, кто будет их понимать лживо, и он сделает вид, что он будет понимать ваших детей, и ваши дети обманутся тем, что этот человек на стороне, но они начнут ему доверять, этот человек будет оказывать намного больше влияния на ваших детей, чем вы. И он сделается для него примером для подражания. Из-за того, что ребенок еще в раннем возрасте, он не сможет распределить, что этот человек, он просто посторонний, и ему просто все равно. Он просто говорит вещи, чтобы получить его accept. И этот человек, он будет, или ребенок будет видеть, что меня никто не понимает, кроме вот этого лживого человека. Пятое, рост важнее совершенства. Рост важнее совершенства, или еще раз, можно это перефразировать, процесс важнее события. Что это означает? Совершенные правильные поступки детей приносят родителям очень часто покой и радость. Они смотрят и говорят, слушай, вот как я рад, что моя дочка, мой сын, вы сейчас правильно поступили. Но вы знаете, очень часто дети могут себя вести определенным образом только в присутствии родителей. Опять же, потому что родители их сманипулировали конфеткой. Они их сманипулировали какими-то вещами. Я тебе вот дам, я тебе куплю байк, если ты это сделаешь. Я тебе дам сегодня посмотреть мультик. Я тебе там что-то еще сделаю. Так вот, дорогие друзья, если мы так будем воспитывать детей, делать или мотивировать их делать какие-то выборы в жизни, то придет время, когда это все закончится. И вам уже будет нечего предложить этим детям, и они вырастут. Возможно, это будет работать до 6 лет, я не знаю, до 7 лет. Но они придут в сознательный возраст, где их еще нужно будет стимулировать чем-то. Этой стимуляции просто не будет. И они будут не способны делать свои собственные решения. Вот почему, когда я говорю, что рост важнее совершенства, не довольствуйтесь тем, что ваш ребенок в 5 или в 4 года, может быть в 7 лет, он просто вот так вот по, знаете, по какому-то шаблону выполняет все какие-то правила. Это не означает, что этот ребенок в сердце развивается. Оставьте его одного, и вы увидите, что он принимает всякие различные другие решения. Они могут не расти в личном сознательном выборе. Еще одно, что важно здесь, это понять, что, опять же, воспитание ребенка – это рост. И праведник об этом знает. Я, опять же, повторяю эту истину. Если у нас будет ожидание, что ребенок сразу, там, с 2 лет должен идеально подчиняться мне, и мы упустим элемент или фактор роста, что это все процесс, мы будем очень сильно обижаться на него, мы будем нервничать, мы будем попадать просто в депрессию, разочарование, не понимая, что берет годы, годы для того, чтобы сформировать зрелого христианина, зрелый характер, который сам способен принимать правильные библейские решения. Шестое. Шестой принцип. Отношение важнее послушания. Отношение важнее послушания. Здесь я очень аккуратно об этом говорю, что я имею в виду здесь, что ваша цель не просто заставить ребенка послушаться вас, ваша цель – сделать, построить с ним такие близкие отношения, чтобы он захотел вас слушаться впоследствии. Здесь, опять же, я говорю об этом очень аккуратно, потому что некоторые родители, они берут этот фактор очень далеко, и они настолько близко становятся друзьями своих детей, что у них вообще пропадает фактор какого-то авторитета, какой-то божьей власти, которая была поставлена над этим ребенком, и они вообще не требуют ничего, они не требуют послушания, и поэтому они становятся просто друзьями. Знаете, в наших отношениях с Богом это очень видно, правда? Тогда, когда мы дружим с Богом, и мы говорим, что Господь Иисус Христос – он наш друг, наш самый лучший друг, но это не меняет тот фактор, что Он суверенный Бог, что Он над всем, что Он святой, и что мы приходим пред Ним в глубочайшем страхе и трепете. То есть мы, осознавая авторитет, две вот эти вот вещи – послушание и отношения – не должны взаимоисключать друг друга. Они могут работать вместе, согласно Писанию. И вот стройте эти отношения с детьми, дорогие друзья, это настоящее искусство. Опять же, здесь нету степ-бай-степ. И не могу вам сказать вот «ten steps to do this or that». Иногда это бывает так, что, опять же, из-за желания просто пробраться в их друзья мы можем пренебрегать одной стороной. С другой стороны, для того, что мы хотим просто наказать их и заставить сделать что-то, мы можем потерять с ними отношения, друзья. Но дайте время этому ребенку. такое послушание, оно будет абсолютно нежеланным и даже противным. И они дойдут до определенного возраста, у них характер не сформируется, и они быстрее как можно просто убегут из вашего дома. Это очень важно. Отношения важнее просто элементарного послушания. Седьмое – общение важнее разговоров. Очень интересный фактор. Посмотрите, опять праведник уходит в своей непорочности. Блаженны дети после него. Если вы внимательно посмотрите на книгу притчи, я предлагаю, чтобы вы сделали это занятие дома. Возьмите симфонию, возьмите Bible search, наберите просто слово «праведник» в Библии или просто в книге притчи, и вы просто сделаете стадии, что такое праведник. Кто это, что это за человек, и какие характеристики у этого человека. И вы увидите, что очень много книга притчи говорит о праведниках, как и у людей, у которых есть очень мудрые и разумные уста. Праведность в книге притчи очень тесно связана с устами. То, что человек говорит, как он говорит, о чем он говорит. Знаете, Бог сотворил нас со социальными людьми. Человек не может не разговаривать. Вот ребенок рождается, и он сразу кричит, он что-то коммуницирует, он пытается передать что-то, он хочет сказать, что он сейчас недоволен чем-то. Нам нужно с вами разговаривать. Но вы знаете, у нас может быть разговор с детьми, но у нас может не быть общения. Я думаю, даже со взрослыми мы с вами можем поговорить, встретиться и просто поговорить о чем-то, но мы можем не почувствовать настоящего общения. Есть разница между монологом, просто сухим, и настоящим общением. Те из вас, кто старался или пытался читать Библию с детьми, когда они были маленькие, я это очень хорошо знаю, у меня еще маленькие дети, когда мы перед сном пытаемся прочитать с ними Библию, помолиться, я вижу, что очень часто у нас нет общения. Я смотрю, что дети мои летают где-то, Софья или Мия замечают пауков где-то на стене, та отвлекается на что-то другое, на муравья какого-то, который пролез. Я пытаюсь изо всех сил проповедовать и потею, и объясняю, и как могу. И потом она на меня смотрит так, и я говорю, Софья, ты поняла? Она говорит, да, все поняла. И я задаю вопрос, и она мне дает правильные ответы. Означает ли это, что у нас общение есть? Абсолютно нет. Вы знаете, нету связи. Нету связи очень часто, потому что детям абсолютно неинтересно. Они живут в своем мире, это невозрожденные дети, они очень греховные, они очень эгоистичные. Очень часто общение, дорогие друзья, это когда ты смотришь человека в глаза, и ты имеешь с ним контакт. И ты видишь, этот ребенок задает вопросы, это у тебя есть какие-то ответы. И он хочет узнать, он хочет понять тебя. Вот это вот тесное общение. Помните, дорогие друзья, что если у вас есть просто разговоры с вашими детьми, это еще не означает, что у вас есть с ними глубокое общение. Постарайтесь строить с ними настоящее общение. Есть такая книга, я ее всем рекомендую прочитать, «Как быть пастором своего ребенка». Вот Тед Трипп, знаете, может быть, Пола Триппа, это его брат, Тед Трипп, он написал эту книгу. Вот в этой книге он говорит, что в принципе есть три очень привычных образа коммуникации с вашими детьми. И обычно это правило, это предупреждение, это выговор. В основном, когда родители разговаривают с детьми, просто проанализируйте ваши разговоры с ними, и вы увидите, что очень часто нет глубокого просто разговора, в котором строятся отношения, в котором сердца соединяются, а там есть только правило, делай так, поступай так, туда не иди, туда иди, этого не делай, того не делай. Есть предупреждение, если пойдешь, будет вот такое вот, и потом уже, если он пошел, не послушался, тогда сейчас давай, иди сюда, будем тебя наказывать. Вот это, в принципе, три формы коммуникации, которые, к сожалению, составляют огромнейший процент разговора родителей с детьми. Вот почему сегодня так мало того, о чем мы говорим, дорогие друзья, настоящего родительского влияния. Настоящего родительского влияния. Восьмой принцип – это наставление важнее наказания. Библия очень ясно говорит, и она нам повелевает, что наказание очень важно. Оно крайне необходимо. Но наставление, оно ценнее, так как оно имеет свою цель, и не только само наказание, а исправление. Знаете, очень много родителей, они довольствуются тем, что если ребенок не послушался, они его наказали, они дали ему подзатыльник, они ударили его или что-то забрали в него, какую-то привилегию, и они думают, окей, на этом мое parenting закончилось. Все, я могу теперь точно знать, что он больше поступать так не будет. И, возможно, не будет. Возможно, действительно, вы исправите поведение этого ребенка, но помните, что ваша цель – не просто поведение его исправить, а именно наставить его сердце, поговорить с ним. Ну, нужно ли наказание? Абсолютно. Но наказание, друзья, это только усилитель. Это что-то, что complementary к наставлению. И вы знаете, в маленьком возрасте, естественно, мы не можем много делать наставления нашим детям. Мы не можем рассчитывать, что мы можем посадить двухлетнего ребенка и рассказать ему пять пунктов или шесть пунктов, и сказать, вот так действуй, вот так действуй, а вот так вот не действуй, как мы это делаем со взрослыми. Естественно, этот ребенок вас не поймет. И там нужно, конечно же, больше наказания может быть, чтобы с раннего возраста дать этому ребеночку понять, что над ним есть Божий авторитет, над ним есть Божья власть. Он не может просто делать то, что он хочет. Но вы знаете, со временем наказание должно уменьшаться и наставление должно увеличиваться. Посмотрите, есть такая вот здесь схема, ее составил Уэйн Мэк, может быть вы знаете его книги. Так вот, посмотрите, как вот здесь вот на горизонтальной оси это возраст ребенка, на вертикальной это уровень. Так вот, если в малом возрасте вы, конечно же, не можете дать ему очень много наставления по понятным причинам. Как я уже говорил, его мозг еще не сформировался, достаточно регистрировать то, что вы говорите ему, там у нас больше наказания. Но чем ребенок взрослеет, если ему уже 15 лет, если ему уже 18 лет, друзья, вы уже не можете наказать его или дать ему подзатыльник и рассчитывать, что это решит проблему. Этому человеку нужно больше разговоров, ему нужно больше познания истины. И конечно же, когда вы знаете, я об этом думаю, у меня вот сейчас есть ньюборн оливка, да, и я понимаю, что я не буду ее там наказывать за то, что она плачет. Но я могу в самом раннем возрасте, еще как она только родилась в этот мир, разговаривать с ней и учить ее, и просто говорить, чтобы она просто, вот я иногда представляю, как вообще дети регистрируют. Вот там стоит какой-то дядька, что-то мне рассказывает, вот кричит на меня, да, или там улыбается, агукает там и всякие другие вещи. Но этот ребенок, дорогие друзья, с самого раннего возраста он уже понимает, что вот он запоминает лицо, это мама, это папа, вот они мне что-то говорят, они, наверное, что-то очень важное мне говорят. И со временем этому ребенку становится два года, ему становится три года, он начинает понимать концепты, он начинает понимать идеи. И когда ему становится уже пять лет, он начинает задавать вопросы, очень серьезные вопросы, а почему так, а почему так. Когда ему становится десять лет, он уже, у него появляются свои друзья, и он уже способен анализировать, и он понимает, ага, вот у меня такой образ мышления, «Слушай, а почему вот эта девочка, почему этот мальчик, они живут по-другому?» Он уже анализирует, что есть разные жизни, есть разные судьбы. Он уже понимает жизнь, и он уже начинает какие-то выводы делать. И вон там уже намного больше эффекта даст не просто какое-то наказание, или что мы шлёпнем его, а что мы посадим его и объясним, что смотри, вот наши решения не имеют последствий. То, что мы принимаем решения, вот смотри, этот человек, вот он такие решения принял, ну, посмотри, как у него получилась жизнь. Не поступай так. Очень интересно, дорогие друзья, когда вы прочитаете книгу притчей, и как Соломон, он своему сыну объясняет, и он говорит, посмотри туда, посмотри на глупых, посмотри, проанализируй людей, посмотри на ленивца, посмотри, там неопытные, они там обжигаются, там неправильно поступили. Анализируй ситуацию вокруг себя. Он учит ребёнка мыслить, он учит ребёнка думать. И вот это называется наставление. И чем старше ребёнок становится, я бы даже аргументировал, что в то время как наказание, оно прекращается со временем, наставление, если вы построили хорошее, здоровое, уважительное отношение с вашими детьми, со временем даже это наставление не перестанет действовать. Даже когда они уже женятся, когда они уже выйдут из дома, они выйдут замуж, вы и дальше сможете их наставлять, они будут прислушиваться вашего опыта, ваших каких-то пожеланий или мнений. Поэтому помните, дорогие друзья, что наказание много проблем не решает. И наказание, кстати, без наставления, оно даже деструктивно. Оно может вам просто разрушить все ваши отношения с вашими детьми. И наставление важнее наказания. Девятое. Влияние влажнее власти. Влияние влажнее власти. Очень быстро мы поговорим об этом. Родители имеют Богом данный авторитет над детьми. И не секрет, что очень много родителей злоупотребляют этим. Это не секрет, это очень очевидно. И вместе с тем мы должны помнить, что мы, да, мы Богом поставленная власть, но у нас есть цель не просто, опять же, надавить ребенка, заставить его что-то сделать, а повлиять на его сердце, сформировать в нем характер. Почему родители имеют власть над ребенком? Они имеют, знаете, преимуществ очень много. Они имеют интеллектуальное преимущество, они более умные. Они имеют физиологическое преимущество, они более развитые, они более эмоционально стабильные. У них есть больше возможностей. Они содержат этого ребенка, они за него платят, они его кормят, они за ним ухаживают. И очень часто родители могут использовать и злоупотреблять все эти преимущества для того, чтобы надавить на ребенка и сказать, да я же умнее тебя, я же лучше тебя, мы тут тебя и кормим, и тебе заботимся, а ты вот так вот с нами поступаешь. Так вот, друзья, помните о том, что вы можете заставить ребенка сесть, например, на собрании. Сиди спокойно, а то потом дома будем разговаривать с тобой. Но этот ребенок, он может сядет, и он будет сидеть в 2 года, он будет сидеть в 5 лет. И даже в 7 лет он может быть сядет, но внутри он уже будет стоять в своем сердце. И он уже будет не согласен. В 10 лет, в 15 лет этот ребенок просто сорвется, потому что всю свою жизнь на него не оказали влияния, а только власть, человеческую, авторитарную власть. Так, давайте пойдем дальше. Десятый принцип – это служение важнее спокойствия. Служение важнее спокойствия. О чем здесь идет речь? Помните, мы с вами говорили, что семья – это в первую очередь служение. Мы вступаем в брак, мы имеем детей не ради нашего счастья. Мы становимся мужем и женой не ради нашего счастья. Если вы это сделаете, вы будете просто потребительски относиться и к семье, и к мужу, и к жене. Бог не создал семью, чтобы сделать вас счастливыми. Бог создал семью для того, чтобы дать вам возможность использовать Богом вложенный в вас потенциал служить и любить. Помните, мы говорили об этом? Посвятить себя кому-то. Так вот, он дал вам детей, то же самое, не для вашего спокойствия, не для вашего удобства. Фраза, вы знаете, которую очень часто говорят – just leave me alone. Я согласен, я сам родитель, я знаю, что очень часто хочется просто сесть, чтобы дети не прыгали, не кричали, чтобы не просто успокоились, просто включить им где-то мультик, дать им какое-то занятие, чтобы не просто оставили меня в покое. Друзья, помните, что родительство или воспитание детей – это служение, это тогда, когда вы отдаете себя. И всякий раз, когда вы поднимаетесь под этим ступеньком, и вы слышите, там дети где-то кричат, или они себя неспокойно ведут, не обижайтесь на них. Они это делают не потому, что они договорились, вот давай сейчас будем маму раздражать, давай будем сейчас папу, его жизнь просто сделаем как можно сложнее, потому что мы так сильно не любим его. Они просто дети, and I'm sorry, что они нуждаются в воспитательстве после 10-30. Они нуждаются Бог дал вам для того, чтобы воспитывать их 24-7. И это нужно всегда помнить, что если вы решили иметь детей, ваше удобство, ваш комфорт, он не стоит того, чтобы вы пренебрегли служением вашим детям. Служение важнее вашего спокойствия. Пол Трипп в своей книге, посмотрите, возраст возможностей, он говорит такие слова. «В любой ситуации семейной жизни всегда есть нечто более важное, чем наши планы, чем наши желания, чем наши стремления и усилия. Есть более высокие цели и более важные дела. Наивысшая цель нашей жизни – это воля Божья, а наиболее важное дело для нас – во всем и всегда угождать Ему». Помните, друзья, мы начали с какого-то текста. «Праведник входит в свои непорочности». Если вы являетесь личностью, личностью, которая хочет в первую очередь угодить Богу, вот это сможет вас мотивировать даже в самые сложные моменты подниматься к этому ребенку и спокойно заниматься с ним воспитанием детей. Почему? Хотя бы потому, что вы хотите угодить Богу. И Бог поставил вас над этим ребенком, и Он дал вам повеление формировать его как личность. Итак, служение важнее спокойствия. Одиннадцатое – пример важнее наставления. Мы уже с вами говорили о том, что наказание – это всего лишь усилитель наставления. Без наставления наказание не имеет смысла никакого, оно только принесет больше вреда. Но даже само наставление недостаточно. Наставление нужно посыпать, знаете, как «an icing on the cake». Его нужно еще добавить к нему. Пример. Личный пример того, чему вы учите ваших детей. Есть очень интересный текст. В притче, в 4 главе, в 11 стихе. Почитайте эту главу. Очень интересно. Соломон, отец, он пишет своему сыну, и он говорит, «Я указываю тебе путь мудрости, я веду тебя по стезям прямым». Не только указываю, не только наставляю. Он говорит, я беру тебя за руку и говорю, пойдем со мной, я тебе покажу эти прямые стези. Я тебе покажу, как ходить непорочно. Потому что я тоже праведник, у меня был свой процесс. У меня были свои ошибки, у меня был свой рост, свой процесс развития. Я тебя хочу повести по тому же самому пути, по которому я прошел. Возможно, не во всех ошибках. Естественно, мы не хотим, чтобы наши дети проходили все эти ошибки, которые мы сделали. Но смысл в том, дорогие друзья, что если у нас есть наставление, и нет личного примера жизни, если мы учим их любить Слово Божие, и любить Церковь, и любить Бога, всем своим сердцем, а сами этого не делаем, на что мы можем рассчитывать. Максимально, что наши дети, к чему они придут, они скажут, it's all a joke. Это просто все, религия пустая формальность, это просто шутка. Эти люди проповедуют о каком-то Боге, они видят, как мы живем дома, они видят, что нам приносит радость, что нам приносит печаль, где мы находим удовлетворение, как мы проводим свободное время. «Я указываю тебе путь мудрости и веду тебя по стезям прямым». Это очень важно. Двенадцатый принцип, дорогие друзья, очень важный. Это верность важнее результата. Верность важнее результата. Я хочу сегодня у вас спросить, как вы оцениваете ваше отцовство? Как вы, чем вы оцениваете успех вашего воспитания детей? Как я уже сказал, что некоторые его оценивают просто поведением своих детей. Если я заставил ребенка просидеть в церкви, если я заставил его спеть в хоре, если я заставил его рассказать тишок, если я его заставил что-то сделать по дому, моя цель достигнута, I'm such a good parent. Друзья, когда мы смотрим на наш успех, когда мы его оцениваем, в принципе, не только в воспитании детей, это и в служении, это и в пастерстве вашей жены, это во всех обязанностях, которые Бог нам дает. Вы знаете, мы не можем контролировать с вами результат. Просто нам не под силу. Мы точно знаем, что есть очень благочестивые родители, и они в Библии есть. В книге царства мы просматриваем, как были самые благочестивые цари, и у них рождаются самые нечестивые дети. Я не могу сегодня, и Библия вам не дает гарантии, что если вы все сделаете от а до я правильно, ваши дети на 100% они будут любить Бога, и они придут к правильному образу жизни. Этой гарантии нет. Мы делаем то, что от нас зависит. И вот этот принцип очень важен. Где бы мы ни были, помните, что верность Богу, даже если вы не видите результат, и вы точно знаете по совести, что вы все сделали так, как Бог сказал, или вы стремились это сделать, вот эта верность должна давать вам удовлетворение, и вы должны все предоставить тогда Богу и сказать, Господи, я сделал то, что мог, но результат уже, этот ребенок, он все равно делает свои решения, и мы не можем за Него уверовать в Бога, мы не можем за Него покаяться. Это очень важно. Так, еще три принципа. Тринадцатое – это то, что душа важнее вашей работы. Это, я думаю, уже более понятно. Помните, что Бог верил вам душу. Дорогие мужья, помните, что Бог верил вам больше, чем одну душу. Он верил вам не только души ваших детей, и Он верил вам души ваших жен еще. И если вы хотите жить ради вашей карьеры, если вы хотите просто жить ради вашей работы, ради вашего комфорта, не создавайте семью. Я просто говорю это для молодежи. Или точнее, я бы сказал, создавайте семью, но измените ваш подход к жизни. Если вы не способны пожертвовать собою, если вы не способны идти на жертвы ради ваших детей, помните, что вы можете дать им самое лучшее образование, вы можете их записать в самую лучшую школу, они будут у вас и пианистами, и гитаристами, и танцорами, и всем, чем можно, и футболистами. Но если душа этого человека не сформируется, если у вас не будет время, если у вас будет время, одна минута в день, чтобы провести с вашим ребенком, вы не выполните своего предназначения, как родитель. Это менталитет сегодня этого мира. У нас должны быть намного, намного больше стандарты. Если вам нужно поменять работу сегодня, если вам нужно оставить бизнес и пойти на hourly wage, и вам нужно переехать в меньший дом, и это будет стоить души вашего ребенка. Друзья, сделайте это. Лучше прожить в аппаркменте, и лучше проехать на Сивике всю вашу жизнь, и спасти вашего ребенка, и повлиять на него, чем жить в самом большом доме, и иметь все, иметь и трейлеры, и иметь и лодки, и все остальное, но потерять ваших детей. Проанализируйте, сколько времени вы проводите с вашими детьми. Четырнадцатый очень интересный принцип, отцовство важнее мечты. Отцовство важнее мечты. О чем здесь идет речь? Очень много родителей преследуют перед собой определенную цель. Я замечаю это за собой. Я немало родителей встречал, которые, во-первых, они не имеют ясного представления, что Бог от них хочет, как воспитывать детей. Во-вторых, они нарисовали себе определенный идеал ребенка. Например, они говорят, «Я всю жизнь мечтал, чтобы мой ребенок стал футболистом. Я всю жизнь мечтал, чтобы мой ребенок стал богословом, может, пастырем или каким-то артистом». И они вот эту мечту поставили перед собой, и достигая эту мечту, они просто ослеплены ко всему остальному. Дорогие друзья, не живите мечтами, не живите мечтой американский, American dream, да? Очень много людей, я знаю, что они живут, они имеют не только понятие, кем бы они хотели видеть своего ребенка, они живут мечтой, какой бы мы семьей хотели быть бы, какое у нас хотело бы быть имущество, какой бы имидж мы бы хотели создать среди людей вокруг. Так вот, когда человек начинает просто жить мечтою, и у него есть какой-то имидж перед собой, и он только смотрит вот на этот имидж, он невольно будет закрывать свои глаза ко всему остальному. И тогда, когда ребенок его будет не дотягивать. Возможно, вы всю жизнь мечтали, чтобы ваш ребенок был хористом или артистом, или проповедником, но у него просто нету этой способности. Вы будете выжимать из этого ребенка все, и в итоге это просто ребенок будет депресс. Это просто не его. Но из-за того, что вы хотели доказать, что нет, все-таки ты будешь вот таким, которым я тебя всю жизнь представлял. Вы когда будете жить мечтою, вы потеряете просто вот это отцовство, о котором мы говорили раньше. И последнее, дорогие друзья, Христос важнее жизни. Христос важнее жизни. Я думаю, это понятно. Это самый главный принцип, который вы должны научить ваших детей. Ваша цель не вырастить, как я уже говорил, успешных бизнесменов, построить жизнь. Это все на своем месте. Но помните, мудрость, она имеет способность отличать первостепенное от второстепенного. И вот первостепенное вам нужно сформировать и показать этим детям, что жизнь важна. Это нужно. Но это не самое главное. Главное полюбить Христа. Если ты полюбишь Христа, если ты будешь жить Христом, вот это все второстепенное, если оно у тебя еще и получится, это будет класс. Это будет... Если Бог тебе даст деньги, если Бог тебе даст здоровье, если Бог тебе даст какие-то способности, это будет классно. А если нет? А если этот ребенок останется инвалидом? А если этот ребенок просто интеллектуально недорос для того, чтобы быть CEO той компании, для которой вы мечтали всю жизнь? Означает ли это, что этот ребенок теперь несовершенный? He is insufficient. Что теперь у него просто провалена жизнь? Абсолютно нет. Самое главное, чтобы этот ребенок научился жить Христом. И остальное все последует за этим. Это то, что Христос говорит, ищите прежде Царство Божие. Вот будете искать Царство Божие, все остальное оно приложится. И все остальное оно не только приложится, оно будет правильно сформировано. У вас будет правильное отношение ко всему остальному. Если Бог даст вам бизнес, Бог даст вам миллионы долларов, и у вас вы будете искать прежде всего Царство Божие, у вас будет правильное отношение к этому бизнесу. Если Бог даст вам скудость, как апостол Павел говорит, умею жить и в скудости, и в изобилии, и Бог не даст вам всех тех материальных благ, вы также будете знать, как жить в этих обстоятельствах. Итак, 15 принципов, дорогие друзья. Я хочу пожелать, чтобы каждый из нас мог применить их. Я буду молиться за... Молитесь за меня. Я хочу сказать, что я... I'm in the same boat. Мы все здесь родители. Я не хочу сказать, что я тут идеальный родитель. Просто смотрим на то, что говорит Писание. Поэтому давайте будем молиться друг за друга, будем учиться друг у друга и будем поддерживать друг друга в этом. Аминь. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Господа за это время, которое мы имели здесь. Наш Небесный Отец, мы преклоняемся при Тобое. Благодарим Тебя, Господи, за чудесное время, которое Ты даешь нам исследовать Слово Твое. Ты не просто поселил нас на эту землю, Господи, Ты даешь нам огромнейшую ответственность. Это ответственность. Если мы муж, мы должны заниматься пастырством своей жены, пастырством своих детей. Если я жена, я должна быть в подчинении, в помощниках у моего мужа. Если мы дети, мы должны оставаться под авторитетом наших родителей, подчиняться им во всем. Если мы родители, Ты сегодня говоришь нам, чтобы мы были способны влиять. Не просто воспитывать, не просто наказывать, не просто наставлять, не просто учить, а влиять. Господи, научи нас, как это делать. Я понимаю, что мои уста, они очень несовершенны для того, чтобы передать всей глубины Твоего Слова, Господи. Но пускай в дальнейшем, как мы будем об этом говорить, чем больше мы будем познавать Тебя, Господи, пускай вот все эти принципы, которые мы сегодня смотрели, пускай они более и более совершенно формируются в нас. Господи, показывай, как мы можем это применять. Научи нас любить наших детей, Господи. Научи нас иметь в первую очередь мир в своем сердце, зная, что если там этого мира нет, мы всегда будем раздражаться, мы всегда будем кричать, мы всегда будем терять вот этот фактор отцовства и воспитания детей. Господи, дай нам мир, мир познания Тебя, мир общения с Тобою. Чтобы мы, Господи, наш успех, он был определяем не только результатами, не только одновременными какими-то результатами, но чтобы он был определяем верностью, Господи. Потому что от нас требуется, чтобы мы были верны тому, что Ты нам сказал, Господи. Результат зависит не всегда от нас. Поэтому благослови нас в этом. Ободри, Господи. Я хочу, чтобы все те семинары, которые были здесь сегодня и на этом кемпе, они были нам не в осуждении просто или для нашего ободрения, видя горизонты, видя то, что Ты приготовил для людей, любящих Тебя. Господи, научи нас быть праведниками, которые ходят в Своей непорочности, чтобы наши дети, они были блаженны тогда, когда они вырастут. Я молю Тебя о себе, молю Тебя о моей жене, чтобы наши дети также были блаженны. Господи, дай нам всем мудрости в этом. Поклоняемся Тебе, Господь, за все. Слава Тебе, наш Бог и Отец, и Дух Святой. Аминь.